В этом году 100-летний юбилей празднует художественное объединение «Унавис» — утвердителей нового искусства. К этому событию приурочено открытие первой в истории Беларуси персональной выставки выдающегося художника-супрематиста Лазаря Хидекеля. Ну, или Хидекеля, как вам больше нравится. Или Хидекеля. Или Хидекеля. Тут уж выбирайте, да. Вот сейчас мы точно все спросим и уточним у наших гостей. Сегодня у нас в студии основатель Центра белорусского еврейского культурного наследия Майя Коснельсон и начальника отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Беретелев. Доброе утро. Рады видеть, как всегда. Давайте сразу меня поправим. Правильно фамилия. Вот полностью про художника мы расскажем, чтобы люди сейчас закрепили у себя в подкорке. Лазарь Хидекель. Лазарь Хидекель. Давайте вот тогда сразу начнем с того, что не все же так близки на самом деле к миру искусства. Ну вот мы с Андреем в частности не близки, поэтому сразу хотим задать вопрос. Что же скрывается за аббревиатурой «Уновис»? «Уновис» или «Утвердители нового искусства», как называло себя это объединение. Краткая история. В 1919 году Марк Шагал приглашает Малевича преподавать в Витебском народном художественном училище, где собрались лучшие в мире педагоги на тот момент. Это были Малевич, Лисицкий, Шагал, Добужинский. И увлеченные идеями супрематизма, идеями Малевича, с которыми он приехал, уже буквально через несколько месяцев создается уникальное в своем роде объединение. Уникальное, потому что в него входили и учителя, и учащиеся. И называют себя утвердителями нового искусства. Они действительно создали новое искусство. Как говорит Марк Лазаревич Хидекель, то, что они сделали, оплодотворило искусство и 20-го, и 21-го веков. То есть фактически то, в чем мы сейчас живем, выросло из их идей. И даже то, о чем мы сейчас мечтаем, это их идеи, которые возникли в Витебске 100 лет назад. Так более понятно теперь уже хотя бы на конкретных примерах. Даже если вы сейчас посмотрите, уважаемые телезрители, на те варианты того, что там демонстрируется на экранах, вы поймете, что в принципе отголоски какой-то архитектуры даже прослеживаются у нас сейчас. А почему выставка носит название «Нас пойму через 100 лет» Лазаря Хидекеля? Почему она так называется и почему только сейчас все удалось организовать? Да, нам хотелось подчеркнуть какую-то мистику и фатальность вообще всего, что произошло. Во-первых, «Нас пойму через 100 лет» — это слова самого Лазаря Хидекеля. И удивительно, что ровно через 100 лет его выставка впервые состоится на родине. Уроженец Витебска он. Да, это уроженец Витебска. И вообще, в принципе, то, как происходила эта ситуация, знаете, когда ты становишься таким проводником чего-то, что должно обязательно случиться, и складываются обстоятельства определенным образом, находятся люди, и все происходит именно в тот момент, когда оно должно произойти. Более того, вот эта первая выставка Хидекеля в Белоруссии состоится, которая откроется буквально завтра, пройдет в день его рождения 29 февраля. Это високосный год. Вот так. Здорово. Николай, давайте-ка я вот у вас тоже спрошу каверзный свой вопрос. Давайте. Зато шутка какая-то штука, верно. Слушайте, в общем, вы, конечно же, имеете самое непосредственное отношение ко всему этому событию, потому как выставка — это только часть этого масштабного огромного проекта «Юновисто». Да, почему вы взяли на себя такие функции? Да, действительно. Ну, не для меня лично, наверное, в целом для компании «А1» участие в проекте под названием «Юновисто». Мы его специально демонстрируем на публике совместно с хэштегом, с «поправьте меня, правильное название, работаю». Вообще хэштег — это изобретение, можно сказать, Лазаря Хидекеля, который нарисовал супрематическую решетку 100 лет назад. Да, ну, собственно, а для нас, как для телекоммуникационной компании, как понимаете, связь логична. Но в целом, на самом деле, совместно с партнерами, вот подобная реинкарнация и возвращение искусства 20-х годов Витебской школы, многих имен, в том числе и Лазаря Хидекеля, на родину в Беларусь, его популяризация этого искусства для нас достаточно первостепенная задача. И кроме вот той выставки, о которой говорит Майя, это действительно жемчужина нашего совместного проекта, есть еще ряд других инициатив в рамках «Уновисто». Так, например, компания «Адин» выступила с инициативой по демонстрации фильма, посвященного конкретно направлению «Уновис». Его можно посмотреть на видеосервисе «Волка» в течение этого года. И вот, например, буквально из печати большой, толстый и очень информативный журнал «Мастатство», который полностью посвящен теме «Уновис». Это тоже наш совместный проект, которому мы посвятили достаточно большое количество времени, и очень надеемся, что он станет заметным и будет прочитан. Так и будет. Давайте-ка последний вопрос еще вам зададим, пока у нас есть немножко времени. Как долго и где мы сможем познакомиться с творчеством Лазаря Хидекеля? И стоит ли идти туда людям, которые говорят, ой, я в этом ничего не понимаю? Однозначно стоит, потому что Лазарь Хидекель был настоящим провидцем. На выставке можно будет увидеть его проекты городов будущего, его космических жилищ, городов на опорах и всех этих супрематических рисунков, которые, правда, произведут впечатление. Более того, для того, чтобы подчеркнуть вот эту инновационность, мы привлекли к проекту молодых белорусских архитекторов и IT-специалистов, которые создали специальный проект в дополненной виртуальной реальности, благодаря которому город будущего Хидекеля живет. В общем, дорогие друзья, идти смысл есть более чем. Мы призываем вас сделать это обязательно. У нас сегодня в гостях были Майя Катинельсон и Николай Бределев, рассказали нам о всем грядущем.